Девушки отдыхают Чтобы повелитель вернулся целым и невредимым, я дам обет. Что ты хочешь сделать, расскажи. Я хочу построить в святых местах, в Мекке, возле Каабы, караван-сарай. Бани и фонтаны с чистой родниковой водой. Разумеется, с вашего позволения. Значит, в святых местах я не вижу препятствий. Только для этого шейх Улислам должен дать свое дозволение. Неужели? Зачем? Таков порядок. Если он сочтет возможным, я тоже разрешу. Что мне сделать? Скажи Сюмбюлю, чтобы написал от твоего имени письмо Хаджи и Фенди. Валиде, у вас наладились отношения? Не наладились. Уезжая, сын связал мне руки. Погляди, чем она вздумала заниматься. Кто она такая, чтобы жертвовать на Каабу? Что в этом деле может быть не богоугодного? Прошу вашего ответа. Хюрем Хасаки. Написал? Я пишу, госпожа. Завтра первым делом с утра отправлю, иншаллах. Когда придет ответ на письмо? У-у-у, почти сразу. К вечеру получим ответное письмо. Тише. Госпожа. Да я, Хатун. Валиде просила мне что-нибудь передать? Шейх Улислам Ибн Кемали Фенди. Прислал ответ на ваше письмо по вопросу благотворительности у Каабы. Неужели? Что пишет? Я слушаю. Шейх Улислам Хазрет Лири счел в связи с тем, что вы наложница и рабыня, вашу просьбу неуместной. Что это значит? Как рабыня, вы не можете вести благотворительную деятельность в Мекке и Медине. Это не для вас. Валиде знала, что придет такой ответ, не так ли? Поэтому она и велела мне написать. Да я, Хатун. Вы не знаете, что я могу сделать? Вы сможете это сделать, только если станете свободной. Стану свободной? Если вас освободят, вы не будете рабыней. И тогда вы сможете жертвовать. Кто может меня освободить? Валиде султан? Такое решение может принять только повелитель. Только он может вас отпустить. Нигер Калфан. Крови моей жаждешь. Зачем пришла? Слышала, что ты собираешь свои пожитки и уезжаешь. Тебе что? Не злись. Госпожа велела отнести Хатидже султан вот это. Что это? Яшмовые четки. Они снимают напряжение и дают покой. Ладно. Ложи сюда. А потом уходи. Отдохну хоть от тебя. Мустафа, собирайся. Тебе пора на занятия. Я должен быть не здесь. Мой папа и Ибрагим сражаются с врагом, а я сижу дома. Не волнуйся. Наступит день, когда все будут трепетать перед твоей саблей. И ты будешь править миром. Госпожа, помните, я должна была найти тетрадь. Тетрадь? Нигер Калфа хранила ее у себя. Я смогла ее выкрасть. Проклятая Нигер. Я знала, что она у нее. И что в тетради? Валиде. Что это у тебя в руках? Тут что-то написано, кажется, по-русски. Возможно, это тетрадь Хюрем. Я думаю, там записаны какие-то ее тайны. Ну-ка, продолжай. Я не понимаю русский. Но вы же говорите по-русски. Прочитайте все сами. Валиде все у меня забирает. Нюлюфер. Мою любимую лошадь. Теперь она мешает мне заниматься благотворительностью. Но твоя мама скоро изменит этот порядок. Госпожа. Сюмбюль. Что такое? Зачем пришел? Валиде султан велела мне вас позвать. Неужели? Зачем? Она что-то сказала? О, нет. Что ей нужно? Хочет надо мной посмеяться. Эсма! Мехримах здесь. Посиди с ней. Аллах, Аллах. Где же эта тетрадь? Вы Лиде? Вы меня звали? Подойди. Вы хотите поговорить про благотворительность? Если вы знали, каким будет ответ, зачем велели мне написать письмо? Чтобы посмеяться надо мной? Чтобы напомнить мне, что я рабыня? Это все не важно. Вы Лиде. Я могу объяснить? Замолчи. Ты никак не сможешь объяснить этот позор. Тебе конец, Хюре. Твоя жизнь у меня в руках теперь тебе не сдобровать. Все не так, как вы думаете. Витя, Витя. Что я тебе сказала? Молчи. Я ожидала от тебя любой гнусности. Но такого не могла даже представить. Ты предала моего сына. Изменила ему. Никогда. Теперь слушай меня внимательно, Хюрем. Если эта тетрадь попадет в руки моего сына, конец придет не только тебе, но и моим обожаемым внукам. Я даю тебе шанс их спасти. Потому что я их люблю. Решать только тебе, Хюрем. Если ты хочешь спасти жизнь своих детей, ты немедленно отсюда уедешь. Исчезнешь. И никто не будет знать, где ты находишься. Как? Куда же я поеду? Поедешь далеко. Очень далеко. Как так? Ты либо уедешь, Хюрем, либо будешь приговорена к смерти и казнена вместе с детьми. Тебе решать. Говори. Я жду твоего ответа. Валиды, прошу. Вы ошибаетесь. Я не совершила ничего дурного. Прошу, будьте справедливы. Я прочла каждую строчку, Хюрем. И что бы ты ни говорила, это ложь. Ты согрешила. Нет, никогда. Я могу поклясться даже своими детьми. Я люблю повелителя и никогда не изменю ему. Никогда. Что же это значит? С Лукой мы жили по соседству. Дружили с детства, росли вместе. Татары налетели и убили мою семью. Меня схватили и увезли. Я думала, что он погиб. И вдруг, годы спустя, эта судьба, мы случайно встретились в дворце. Я была так взволнована, когда его увидела. Я его просила оставить меня. Даже золото предлагала. Лишь бы он уехал. Умоляла забыть меня. Я не изменница. И могу поклясться. В моем сердце живет. Только любовь к моему повелителю. Только ложь в твоих словах. Нет, это не так. Мне не хотите поверить. Ни Геркалфу спросите. Она с самого начала была свидетелем. Яшмовые четкие. Ложи сюда. И уходи прочь. Гель-Шах. Ни Геркалфа скажет то, что ты захочешь. Я верю только тому, что в этой тетради написано. Не только Ни Геркалфа. И Ибрагим Паша тоже свидетель. Ибрагим Паша. Верно. Он мог бы подтвердить мою невиновность. Только он постоянно унижал, оскорблял меня. Случилось что-то, и он обвинял в этом меня. при том, что всегда знал правду. Он клеветал, грозил мне. А знаете, что Ибрагим убийца? Он Луке дал отраву. Да при том, моими руками. Он меня измарал в крови, и я так же стала его жертвой. Что же это? Довольно. Думаете, Ибрагим стал бы молчать про измену, если бы я и правда предала нашего повелителя? Уходи. Сейчас же. Ибрагим знал правду. И он промолчал, потому что я невиновна. Я сказала прочь. Вон с моих глаз. Валиды. 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 Скорее позовите лекаря. Валиды. О, Благо всемогущая! Брехотом! Валидия вдруг потеряла сознание. Это ты взяла, да? Что я взяла? О чем ты говоришь? Ты поняла, о чем я говорю. Немедленно верни тетрадь. Мне твоя тетрадь ни к чему. Отстань, отпусти меня. По глазам видно, что ты врешь. Не вернешь добром, берегись. Что тут происходит? Она спрашивает о той тетради, что украла у вас госпожа. Так вот в чем дело. Значит, речь о тетради. Ты же уверяла, что не брала ее. Козни за моей спиной строишь. Госпожа, у меня тогда тетради не было. Конечно. Тетрадь появилась позже. Но ты напрасно ее тут ищешь. У Валиде можешь спросить о ней. Скорее, Валиде Султан стало плохо. Что случилось? Упала в обморок. Аллах, да поможет, госпожи. Поторопитесь, Валиде Султан, все еще без сознания. Проходи. Нужно перенести Валиде на кровать. Помоги. Бесьмеля. Бесьмеля. Давай. И ты не удержалась. Расскажи нам, что ты прочла в той тетради? Я ее не читала, госпожа. Клянусь вам. Все еще защищаешь свою госпожу? Она погибла, Нигер. Теперь никто спасти ее не сможет. Что-то случилось? Гюльшах, выясни. Что случилось? Из-за чего такой переполох? Валиде Султан, говорят, заболела. Отдай мне тетрадь. Валиде Султан выздоровеет. Тогда ты к ней и обратишься. Отпусти, я сказала тебе. Дай сюда. Дай я, Хатун. Что такое? Ты здесь для чего? Занимайся своими делами. Иди работай. Разойдитесь. Где Нигеркалфа и Гюляга? Ай, Аллах, вот когда они нужны, их словно ветром сдуло. Госпожа, в покоях сейчас лекарь. Надо подождать. Что с ней? Честное слово, не знаю. Но она разговаривала с госпожой, и вдруг... Ты зачем пришла к Валиде? Что ты ей наговорила? Я тут ни при чем. Она говорила и неожиданно упала. Стоит в гареме чему-то случиться, и на меня все косо смотрят. Я знаю, ты лужуешь. Это случилось по твоей вине. Все из-за той тетради, я угадала. Какая тетрадь? О чем-то? Я о той тетради, что ты Нигер отдала. Субтитры сделал DimaTorzok